Всем привет, танкисты! Сегодня я, а точнее паблик командор масс-медиа, подготовил для вас ответы разработчиков. Тут будут и птуры для КППЗ-70, и новый баттл пасс, и что самое интересное, ивентный ИС-6 Бесстрашного. А для тех, кто не в курсе, это один из самых редких, если не самый редкий танк нашей игры. Отличие от обычного ИС-6 в том, что у него стоит другой камуфляж, а также в названии есть слово Бесстрашный. Хоть, как по моему мнению, ИС-6 устарел, однако для коллекции получить Бесстрашного хотят многие, и потому тут будет инфа по поводу того, как его можно будет получить. Что ж, вы не забывайте про лайки, а мы начинаем. А начнем мы с вопросов про технику, и, пожалуй, первый вопрос, который приходит в голову, это то, какую ветку планируют разрабы вводить в ближайшем будущем после британских ЛТ. Ну и ответ, конечно же, никого не удивляет, что слишком рано отвечать на этот вопрос, обязательно разрабы с этим поделятся, когда будут точно знать. Также спросили и про двуствольные танки, которые не так давно появились в ББ, и очень там понравились игрокам, и наши игроки хотели что-то подобное, но и с этим разрабы нас обламывают, потому что ближайших планов на двуствольную механику у разрабов пока нет. Такой же ответ последовал и после вопроса про добавление в игру системы аренды премиум танков, как у ВОТ на ПК. Я вот не знаю, зачем мне так делать, просто все самые интересные идеи отвергают. Казалось бы, есть уже опыт с ПКшным ВОТом, но они почему-то это все равно не хотят вводить, что очень странно. Также спросили и про ап броню КВ-4 по схеме как с КВ-3, на что разрабы ответили, что они апали броню у ТТ седьмого уровня комплексно многим. Если они будут видеть, что требуется такой же ап для техники восьмого уровня, то они это сделают, но пока что этого не будет, и сейчас они думают над апом ХП, как у ТТ десятого уровня. И это значит, что ап ТТ на десятом уровне им очень зашел, и скорее всего серьезных изменений в этом плане не будут, то есть жестких нерфов скорее всего не последует, а значит можете качать ТТ и не бояться про то, что они через патч станут говном. Также спросили и про коллекционные танки, мол, ждет ли уча всех интересных танков из альтернативных веток становиться коллекционными, или же будут сбавлены темпов в плане конвейера коллекционных машин. И ответ таков, мол, разрабы будут стараться сохранять баланс между вводимыми танками в ветку и коллекционными машинами. Будут появляться и то, и другое поочередно, ну не поочередно, а в всяком случае будут сохранить какой-то баланс, судя по всему. Во что я очень сильно надеюсь. Также спросили, стоит ли ждать изменений по унылым премтанкам восьмого уровня, таких как ВК-168-01П, Объект-252У, Т-34-100 и многих-многих других. На что разрабы дали просто ошеломительный ответ, мол, мы не считаем их унылыми, возможно без изюминки. Ну да, типа не унылые, а без изюминки. Но невозможно дать всем танкам уникальную механику, ибо делать им бы према они точно не хотятся. Они будут следить за балансом всех танков, и если будут откровенно проигрывать по статистике, то они их обязательно апнут. И я их понимаю, потому что апнуть премтанки они могут, а вот понерфить нет. Поэтому они очень ответственно подходят к тому, чтобы апать премтанки. Во всяком случае, я в это верю. Ну а теперь перейдем от вопросов про технику к вопросам про картам. И тут всего лишь два коротких вопроса, на что были даны два довольно коротких ответа. И первый вопрос, стоит ли ожидать графических улучшений на картах? На что разрабы ответили, о да. И второй вопрос, и есть ли планы выкладывать тепловые карты, помимо северной статистики? На что разрабы ответили, о нет. Хотя очень жаль, потому что это было бы довольно интересно. Ну а теперь мы переходим к общим вопросам. И первый, планируется ли введение сезон пасс? Это тот же батл пасс, который есть сейчас в Пабге, Фортнайте, Колде и многим другим батл роялем. На что разрабы ответили, что кое-что интересное уже планируется довольно скоро. И то есть, я так понимаю, что предсказания, которые давал командор в своем паблике, потихоньку сбываются. Единственное, что я надеюсь, что не будут скины на снаряды. Хотя от картошки я уже ничему не удивляюсь. Также спросили, планируется ли добавление еще более качественных текстур для HD клиента или другая возможность скачивать более качественные текстуры для более мощных устройств. И ответ следующий. Не исключено, что когда-нибудь в будущем, но пока мы сосредоточены на графическом движке и внедрении новых возможностей по части рендера. Отдельный HD клиент пока что точно не планируется. То есть, что-то в будущем будет, но когда, неизвестно. Также прозвучал вопрос и про моды. Не хотят ли разрабы сделать белый список разрешенных модификаций, чтобы ни у мододелов, ни у игроков не было вопросов и боязни создания и установки модов? На что был очень странный ответ. Не хотят. Настоятельно не рекомендуем устанавливать любые модификации, чтобы не было проблем с работой клиента. То есть, разрабы, я так понимаю, косвенно борются с модами или что? Я не понимаю, что плохого в модах? Это же довольно веселая фигня. Кстати, я собираюсь сделать свою сборку-модификацию. Ну как свою? Я возьму из паблика iBlitz и сделаю свою, так сказать, годную сборку. И если разрабы будут с этим бороться, то это будет как-то, ну, очень тупо. Потому что моды делают игру лучше. Во всяком случае, посмотрите, например, с ББ. Много всего, что добавляли в последнее время, было здесь взято из модов. Ну а теперь от модов потихоньку переходим к реплеям. И стоит ли ждать новые функции реплея в этом году? А именно, свободную камеру, перемотку и так далее. На что был дан достаточно обнадеживающий ответ. А именно, свободную камеру ждать точно не стоит. А вот перемотку они очень постараются сделать в этом году. Просто есть некоторые сложности с реализацией. Это очень странно, что перемотку назад сделали не сначала, но уж лучше поздно, чем никогда. Ну а теперь вопрос про ПТУРы. Будут ли эксперименты с механикой ПТУР в будущем? Так, например, дать ПТУР КППЗ-70 вместо Голды. И ответ в ближайшее время точно нет. То есть, они не отрицают возможность в далеком будущем сделать что-то подобное. Значит, скорее всего, что-то подобное и будет. Потому что уже был опрос, где спрашивали игроков мнение по поводу того, чтобы дать по ракету другим танкам. Помимо ПТУРов, которые есть сейчас. Также спросили и про новые ПТ. А именно, как вы смотрите на Голду с пониженным пробитием, но с повышенной Альфой. То есть, сделать это фишкой, например, для ПТ Японии. Такая Голда, допустим, есть на СУ-100У или на Франкенштанке. На что был дан следующий ответ. Навряд ли будем давать целые ветки, но каким-нибудь будущим танкам вполне возможно. То есть, японские ПТ были говном и говном в будущем останутся. Во всяком случае, в ближайшем уж точно. Так что, качать их нет никакого смысла пока что. Ну и напоследок вопрос про ИСА-100 Бесстрашного. А именно, ждут ли нас какие-то долгоиграющие ивенты, задания, которые будут доступны для всех, а не для какой-то группы лиц. Аналогично, например, линии фронта, которые есть в ББ. И ответ был очень интересным. А именно, ИС-6 Бесстрашный. Это будет не ивент, а какое-то задание на скилл в рейтинговых боях. То есть, что-то подобное уже будет в ближайшем будущем. Так что, все, кто хотят получить ИСА-100, скорее всего, его в будущем и получат. Ну, не все, конечно же, но самые скилловые из них уж точно. И на этом вопросы подошли к концу. Если вам понравилось данное видео, то можете поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте вступить в паблик Командор Масс Медиа, откуда я, собственно, и взял всю данную инфу. А пока что, у меня на этом на сегодня все. Не забывайте также и про Дискорд-сервер. Ссылка будет в описании. Ну, а пока что, всем до скорых встреч. Пока.